Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала allpravda.ru. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновские перевозчики повышают цены на проезд. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в регионе. Ульяновские дошколята соревнуются в робототехнике. Губернаторские сельскохозяйственные ярмарки проходят в регионе традиционно каждой осень и весну. Делается это с целью стабилизации ценовой политики на потребительском рынке и обеспечения населения натуральной и качественной местной продукцией. Первая торговля этого сезона прошла в Кендяковке. После затяжной зимы ульяновцы явно соскучились не только по весне, но и по традиционным ярмаркам. Первая сельскохозяйственная торговля этой весны прошла в железнодорожном районе Ульяновска. На время проспект Гая превратился в большой базар. Продажа осуществлялась с 208 машин. Кстати, ярмарки дали название «Крымская весна» в честь пятилетней годовщины присоединения Крыма к России. По этому случаю творческие коллективы города составили тематическую концертную программу. Хочу сказать, что та программа, которую мы организовываем, традиционно на каждой ярмарке, соответственно, это и культурная программа, соответственно, спортивные мероприятия, в том числе у нас здесь действует ярмарка-вакансии, где может каждый житель города, соответственно, ознакомиться с теми возможностями, где можно трудоустроиться. Большим спросом он усиление пользовался мясом. Его было продано больше 24 тонн. И картофеля – 11 тонн. Также покупатели приобретали овощи, сахар, рыбу, крупы, фрукты и молочные изделия. Торговля принесла фермерам выручку в 9 млн. рублей. По подсчетам профильного ведомства торговлю посетили порядка 12,5 тысяч человек. Следующая ярмарка пройдет 23 марта в Новоульяновске. С сегодняшнего дня сразу на нескольких автобусных маршрутах повышаются цены на проезд. Так, за поездку в дневное время ульяновцы вместо 20 рублей заплатят 23. Повышение стоимости – это ответная мера от перевозчиков на подорожание топлива и запчастей. Что думают сами пассажиры? Смотрите в нашем опросе. Отрицательно. Во-первых, не круглое число. Во-вторых, все-таки дороговато – 23. Отрицательно. Почему? Потому что ездим на маршрутках частенько, каждый день практически. Качество, мне кажется, не улучшится. Но то, что в плане зарплаты не прибавляют, и деньги опять из семейного бюджета идти – это факт. Я думаю, что на благоприятном, скажется, не улучшится ничего, а только повышают цены. Вот и все. Ну, я, в принципе, на маршрутках почти не ездию. Я на трамвае ездию. У меня там пока не повышают цены. Для потребителей, наверное, неблагопорно. А для маршрутчиков, наверное, какой-то смысл есть повышать. Не могу сказать. 38-ми они и так сейчас ездили. Ну, как вы думаете, повышение цены. Для нас это, конечно, плохо. Но повышают все время. У нас тенденция одна. Тенденция у нас повышения. На все у нас повышают цены. Постоянно. Да я не думаю, что это приятная новость для жителей. Вот. Ну, такое положение, что, как говорят, деваться некуда. Надо повышать. Я вообще маршрутки не люблю. Я люблю на трамваях и пешком. Ну, если когда необходимо, то, конечно, чего их увеличивать? Зарплаты, наверное, не растут. Я на пенсии. Пенсии тоже. То есть, в принципе, отрицательно. Достаточно плохо, потому что чаще всего все пользуются транспортом как маршрутку, потому что трамвай, ну, не по всем путям ходит. Это достаточно будет затратно для многих людей, которые особенно ездят на работу на маршрутке. Я сегодня водителю пожелала долго терпения, потому что все ругались. А для себя думаю, ну, какие-то остановочки, буду ходить пешком. И так, поэтому, ну, что мы поменяем? Не мы же принимаем решение. Мы можем поменять только свое отношение. Повышаются цены на бензин, поэтому повышаются цены и на маршрутки. Это никак не зависит от количества их, от качества. Мне кажется, будет только хуже, потому что вот вы посмотрите на их качество, оно очень плохое. Знаете, я вообще приезжий из Питера, но у вас тут дармовые маршрутки, вы уж извините, но для нас, питерцев, здесь задаром вы ездите. Я понимаю, что и зарплаты у вас другие. Они увеличивают цену для того, чтобы заменить свой автопарк. Наверное, это правильно. Отношусь отрицательно, как и, наверное, все. К хорошему ничего это не приводит. Денег не хватает. Выходит на маршруты все меньше и меньше. Люди стоят дольше на остановках. Вот и все. Икоренок с пеленок. Федеральный робототехнический конкурс для дошкольников проходит с 2014 года. Впрочем, робототехническим он назван весьма условно. Речь идет скорее о техническом творчестве и приобщении к нему детей дошкольного возраста. Ульяновские малыши проявили свои умения, создав фабрику мороженого. Подробности у Натальи Чумаченко. Несмотря на свой юный возраст, шестилетние Арина и Ксюша с будущей профессией определились. Воспитанницы детского сада «Волгарик» хотят стать инженерами. Со своим проектом «Фабрика мороженого» Арина Логачева и Ксения Прошанова стали лучшими на региональном этапе Всероссийского робототехнического конкурса дошкольных образовательных учреждений «Икоренок». Теперь девочки собираются покорить Москву. Финал конкурса пройдет с 20 по 22 марта в рамках фестиваля «Професс-2019». Мы команда «Волгарята», мы веселые ребята, с друзьями лего собираем и никогда мы не скучаем. По словам наставника детей Владимира Курганова, летом девочки побывали с экскурсией на Ульяновском хладокомбинате и остались в полном восторге. Но в силу обстоятельств не все воспитанники группы детского сада смогли увидеть цеха фабрики и конвейер. Поэтому юные инженеры решили собрать из конструктора лего свою собственную фабрику мороженого, оснастили ее управляемым с компьютера автомобилем для подвоза продуктов и показали всем ребятам. И мы приняли решение сконструировать ее из лего-конструктора, потому что это очень удобный и очень востребованный детьми материал, потому что дети детского сада очень любят лего-конструирование и проявляют интерес. Научить детей логическому мышлению, открыть способности к программированию и ораторскому искусству – одна из главных задач современного дошкольного учреждения номер 186. Мы в течение многих лет занимаемся инновационной деятельностью, мы являемся областной стажировочной площадкой Ульяновской области по развитию интеллекта и мышления детей дошкольного возраста. И одна из наших задач – именно сформировать не просто само мышление, а делать так, чтобы детки были умными, поскольку мы развиваем их способности и в частности способность мыслить, размышлять, проводить собственные исследования. Сегодня в регионе активно развивается идея цифровизации и связанная с ней сеть специализированных центров кружков-кванториумов. Там дети, играя и изобретая, получают бесценный опыт и новые востребованные в современном мире навыки. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Как производить вкусное молоко? Разбирались ульяновские фермеры в Троицком Сунгурии. Там на базе молочно-товарного комплекса «Агронептун» прошел семинар по животноводству. В качестве спикеров были приглашены представители ведущих мировых молочных производств из Америки, Новой Зеландии и Германии. Мы собрали этот семинар с целью для того, чтобы, это первый, надеюсь, не последний семинар, пригласили все ближайшие фермеры ближайших, также из соседних регионов, это Татарстан, Самарская область, очень много приехали, ну, естественно, и ульяновские фермеры отозвались, чтобы с целью повысить уровень, скажем так, знаний, познакомиться с новыми технологиями мировыми. Компанию ульяновским производителям на семинаре составили коллеги из Самары и Пензы. Участники признались, узнали много полезной информации о том, как выращивать молодняк крупного рогатого скота, а всем полученные знания применят на практике у себя в хозяйствах. Спасатели пожарной – не просто профессия, это призвание, отличающееся безвозмездной помощью людям. Свой вклад в поддержку здоровья сограждан сотрудники МЧС вносят не только заступив на смену. В Главном управлении МЧС России по Ульяновской области прошел день донора под девизом «В капле крови спасенная жизнь». В Главк приехали специалисты областной станции переливания крови для сбора незаменимого материала. На призыв откликнулись около 80 сотрудников регионального МЧС. Для ульяновских меломанов устроили вечер джаза. Концерт в Новом Городе прошел в рамках Международного музыкального фестиваля «Мир эпох и имена». Международный музыкальный фестиваль «Мир эпох и имена» достиг своего экватора. Накануне жители Заволжского района побывали на вечер джаза. В Доме культуры «Руслан» прошел концерт молодой исполнительницы Мари Корне под аккомпанементом джаз-ансамбля «Академик Бэнд». Мари Корне – выпускница Российской академии музыки Меганесиных, победительница и участница ряда российских и международных конкурсов исполнителей, среди которых телеконкурсы «Утренняя звезда», «Славянский базар» и «Голос». С ульяновскими музыкантами по признанию певицы они нашли общий язык с первого звука, а зрители очень хорошо разбираются в музыке. «Джазовой программой приезжаю уже во второй раз. В прошлом году я приезжала с оркестром джазовой музыки имени Олега Лунстрома, а сегодня наконец-то наступил момент, когда я могу выступить с замечательным местным коллективом. Это «Академик Бэнд». Мне очень приятно работать с музыкантами такого уровня. И, конечно же, мы подготовили замечательную программу». Музыканты подготовили программу, в которую были включены как джазовые композиции, так и хиты Пола Маккартни и Джона Леннона. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. В Ленинском мемориале открылась уникальная выставка, посвященная Нельсону Манделе. Всю свою жизнь он потратил на борьбу за освобождение, стал символом противостояния, расизму и дискриминации. Торжественную церемонию открытия посетил Хенри Вильям Шорт, полномочный министр посольства Южноафриканской республики в Российской Федерации. Основным наполнением выставки стали редкие фотографии, представленные посольством ЮАР в России. Работы можно посмотреть до 31 марта. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин